Главное событие недели. Президент Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3. Что это означает для Осетии и при чем здесь вообще Беслан? Давайте разбираться. 1 сентября 2004 несколько десятков террористов, в основном из Ингушетии, захватили школу номер один в Беслане. А уже 3 сентября федеральная власть дала команду на штурм. Тогда погибли 314 заложников, 186 из них дети. Нет, просто нет в новейшей осетинской истории даты чернее. Но вот теперь вместе с трауром мы внезапно получаем день воинской славы единым розчерком президентского пера. Российское государство решило переписать историю. Ну немножко, знаете так, денек туда, денек сюда. Это ведь совсем чуть-чуть, это песчинка в исторической перспективе, да? Словно говорят нам государевы отцы. Наверное так. Заодно они решили переместить со 2 сентября на 3 еще и день воинской славы. То есть это уже очень важно для нас здесь в Осетии, поскольку у третьего дня осени на осетинской земле контекст всегда был только один. Траурный. Был. Теперь его нет. Как вообще это произошло? Как это стало возможным? Откройте любой учебник истории. Ну вот просто любой. Черным по белому Вторая мировая война окончилась 2 же сентября 1945 года. Американский линкор Миссури, подписание акта капитуляции Японии. Все. 9 утра. Токийское время. Это 4 пополудни. 2 сентября даже разница часовых поясов не делает его третьим. Факт неоспоримый. Ну неоспоримейший исторический факт. 2 сентября. Не 1, не 3, не 18. Все. Нет предмета для спора вообще. Казалось бы. Но это ведь Россия. Особый путь и все такое. Война окончилась 2, но мы напишем, что 3. А знаете с какой формулировкой? Я вот вам цитирую. В целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, запятая, сохранение исторической справедливости в отношении победителя во Второй мировой войне. Ааа. Но окей. Слушайте, если бы речь шла о каком-то другом месяце, то вот эти вот половецкие пляски с датами показались бы нам не более чем потешной государственной эквилибристикой. Но не сейчас. Сейчас осколки от взрыва коллективного депутатского мозга густо вот так накрыли Осетию. С головой. В который раз. Закон принимали, кстати, с постыдной поспешностью. Но антураж, безусловно, стоит того, чтобы о нем рассказать, поскольку участвовали в этом действии аж шестеро осетинских депутатов. Но перед тем, как вы узнаете их позицию, я хочу об инициаторе немножечко поговорить. Об инициаторе закона номер 922-5137. Знаете, кто застрельщик всей этой истории? О, это очень любопытный персонаж по имени Владимир Шаманов. Генерал, губернатор, депутат. Тот самый Владимир Шаманов, который в конце 90-х, начале нулевых, командовал 58-й армией на Северном Кавказе и оставил очень недобрую память, например, в Чечне. Насток недобрую, что Европейский суд по правам человека признал Шаманова ответственным за операцию федеральных сил в чеченском Катыр-Юрте, это зима 2000 года. Операцию, которая характеризовалась, я цитирую, массированным применением оружия неизбирательного действия, которое привело к гибели 150 мирных жителей и нарушению права на жизнь. Вторая статья Европейской конвенции по правам человека. И вот здесь уже реминисценции, да? Массированное применение оружия неизбирательного действия. Мы вспоминаем обеслания, хотим того или нет. Так и вот генерал Шаманов. Это тот же самый человек, кстати, который публично поддержал своего подопечного полковника Буданова, изнасиловавшего и убившего чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву. Я вот прям уверен, что вы все помните эту историю. Шаманов тогда сказал следующее, еще одна цитата. Вот о поступке Буданова, который изнасиловал и убил девушку Кунгаеву, Шаманов сказал, уберите свои лапы с образа русского солдата и офицера. Мне кажется, это настолько всеобъемлющее описание образа солдата и офицера, что ни убавить, ни прибавить. А самую короткую характеристику командующему дал бывший советник президента Путина и депутат Госдумы Аслан Бекас-Лоханов несколько лет назад. Палат Чеченского народа, я смотрю трибуны, говорю, Палат Чеченского народа, Шаманов, учил так своих, у него лозунг был, лучший чеченец, мертвый чеченец. Такой вот инициатор закона о дне воинской славы. Ладно, оставим в покое генерала Шаманова, в конце концов, рано или поздно, его точно так же, как полковника Буданова осудит сама судьба. Давайте к осетинским депутатам и сенаторам. У нас квартет в Государственной Думе и дуэт в Совете Федерации. Сначала о думцах. За проголосовали все. Артур Таймазов в первом чтении, он, правда, во втором почему-то не участвовал. Валерий Газаев и Зураб Макиев, как самые законопослушные депутаты, голосовали каждый раз и каждый раз нажимали кнопочку «за». Ну а Казбек Тайсаев, коммунист Казбек Тайсаев, он, наоборот, не участвовал в первом чтении, а во втором пришел и проголосовал «за». Интереснее было в Совете Федерации. Там Арсен Фадзаев сразу взял слово для того, чтобы объяснить, почему ни в коем случае нельзя принимать этот закон. Как вы считаете, как это будет совмещаться? День войской славы – это праздничный день. Как совместить? Как СМИ будут с утра передавать о том, что сегодня у нас траурный день, а после Веда говорить о том, что у нас праздничный или наоборот? Сенатору со всей дешевой патетикой ответила спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко. Я думаю, коллега Фадзаев несправедливо начал свое выступление с того, может быть, мы забыли. Нет, мы никто не забыли. И до сих пор слезы душат, когда приходят эти дни. И не надо ерничать, и не надо передергивать. Удивительно, как госпожа Матвиенко, ну вот только слезу не пустила для того, чтобы окончательно пристыдить этого наглого осетина, который посмел перечить государство. Она словно говорила, послушайте, вы же должны помнить, что ни верхняя, ни нижняя палата парламента, это уж точно не место для дискуссий. Меня тут днями знакомые спросили, ну вот как теперь Матвиенко снова приедет в Осетию после того представления, которое она устроила в Совете Федерации с этим законом? Слушайте, святая наивность. Конечно же приедет, и конечно же ее будут встречать со всеми почестями, как и обычно. Ну вот как Крестовского, например, в фильме «Земля Санникова» или как советского футболиста Славу Митревеле в Тбилиси после удачной игры. Понимаете, Валентина Ивановна для региональных властей это сосулька, нависающая над февральским парадным в Санкт-Петербурге. Дети, то есть чиновники, они так и норовят ее сорвать и жадно-жадно облезать. Почти как региональные власти, когда к ним приезжает целый спикер Совета Федерации. Ладно, вернемся к сенаторам. Да, Фадзаев был единственным, кто против. Я очень ждал, что-то ему Размамсуров тоже нажмет эту же кнопку, но он воздержался. Это было печально, даже мне нечего сказать. Вот правда, нечего просто сказать. Особенно на фоне простого русского мужика из Ханты-Мансийска, сенатора Важенина, который тоже взял и проголосовал против. И праздник, и день, и беслан, на мой взгляд, объединять это просто как-то не по-христиански будет. Нет, спасибо, конечно, сенатору Важенину, но и его голосы, Фадзаевские, они улетели в пустоту, потому что закон, естественно, одобрили, отправили на подпись президенту, ну а тот моментально его и подмахнул, пожалуйте, бриться, как говорит сам Владимир Путин. Я, кстати, тем же вечером, вот после голосования, разговаривал с сенатором Фадзаевым. Это была приватная, не журналистская беседа, поэтому подробностей не будет. Скажу лишь вот что. Мое наблюдение, сугубо личное мнение. Звучал Фадзаев как-то обескураженно. Мне кажется, что даже этот, ну, перетертый просто политический калач не ожидал от своих коллег, главным образом, наверное, от Таймураза Мамсурова, такого решения по голосованию. Как если бы он до конца не мог поверить в то, что это возможно. Хотя, слушайте, я не раз и не два уже говорил, что наивно и очень странно ожидать от публичных осетинских политиков проявления национального самосознания. Послушайте, эти люди своими руками голосуют за закон о добровольном изучении государственного осетинского языка, тем самым низвергая этот самый язык на уровень сточной канавы. Они же оправдывают пенсионную реформу, они же услужливо лишают Осетию прямых выборов, а на всякий случай потом еще и устраняют институт одномандатников. То есть теперь для того, чтобы, например, баллотироваться в региональный парламент, нужно обязательно примыкать к какой-то из федеральных партий. Ты больше не можешь быть независимым кандидатом. Все под контролем. И вот от этих чудесных господ и дам кто-то из вас действительно будет ожидать защиты интересов Осетии? Да полного. Вот еще интересная, кстати, подробность. По моей информации, проект закона о переносе дня окончания Второй мировой обсуждали еще и на заседании Совета парламента Северной Осетии. Но это стандартная практика, региональные парламенты всегда это дело обсуждают, потому что так или иначе им нужно либо поддержать, либо не поддержать законопроект перед тем, как тот попадет в Госдуму и Совет Федерации, естественно. Так вот у меня есть данные, что обсуждали на Совете парламента, но решили не выносить на сессию. Знаете почему? Потому что если вы вынесли на сессию, то уже нужно голосовать. И хотя это голосование фактически ничего не значит, но тут ведь вот какая история. Проголосуют осетинские депутаты против, получат по голове из Москвы, а проголосуют за тысячи и тысячи проклятий жителей Осетии, ждет их. И вот давайте-ка вообще проигнорируем, как бы решили осетинские законодатели и не стали выносить это обсуждение на свою сессию. Очень ожидаемая и удобная позиция, да? Слушайте, ну а что, а вот кто в сегодняшней Осетии, в принципе, готов публично осудить фактическую борьбу государства с памятью Беслана? Глава, которого уже 15 лет мы не выбираем? Любой из них. Или может быть председатель парламента Мачнев, сам умолявший Москву отменить прямые выборы. Ну нет, Мачнев, конечно, хорош, но он хорош максимум в роли, знаете, пирогового амбассадора. То есть, вот извольте попробовать, здесь с сыром, а тут с картошечкой. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, не могу удержаться, не задать вам еще один вопрос чисто такого бытового характера. Не ошибусь, если скажу, что сегодня осетинские пироги являются таким сильным конкурентом продукции Макдональдс, итальянской пиццы. Доводилось ли вам отведывать пирогов? Если да, понравились ли они вам? Спасибо. А ведь память Беслана старательным образом действительно вымарывают из российского публичного дискурса и из сознания людей. Чтобы в этом убедиться, нужно всего-навсего 1, 2, либо 3 сентября внимательно посмотреть новостные выпуски федеральных каналов. Или вспомнить истерическую, просто реакцию, суетливого пропагандистского карлика на документальные ленты Юрия Дудя и Новой газеты. Я не хочу, правда-правда не хочу ударяться в конспирологию и сейчас и утверждать, что российское государство специально решило переписать историю только для того, чтобы покончить с Бесланом. Слушайте, в конце концов, не стоит недооценивать и обыкновенное головотяпство, которое в нашей стране почему-то очень часто называют особым российским путем. Как если бы они сели и решили, а давайте не будем как все. Давайте назначим днем окончания Второй мировой 3 сентября, несмотря на то, что акты капитуляции подписан второго. А? Что? Совпадает с Бесланом? Это же где-то в Осетии, что уж там. У нас тут события исторического масштаба, война, победа. Осетины не обидятся, они не такие, они все понимают. И вы знаете, вот это вот осетин не обидится, оно ведь с каждым годом все больше походит на правду. Вот жутко, но это так. Президент страны не считает нужным хотя бы один раз приехать в город ангелов, преклонить колени и попросить прощения. Или следствие по Беслану, которое скомпрометировало себя настолько, что уже просто не знаешь смеяться или плакать. А в Осетии, особенно на высоком политическом уровне, всему и всегда обязательно находят объяснение. Вот и сейчас депутаты, все причем и московские, и здешние, они уже завели привычную песню о том, что ничего страшного не произошло. Вы поймите, не будет празднований, не будет салютов, ничего такого не будет. Это просто дата. Никто не посягает на память Беслана. Ну и далее по списку, вот все, что они обычно говорят в подобных случаях. Договорились даже до того некоторые, что Беслан это в первую очередь беда Осетин, а не всей России. Для чего это все рассказываю? Чтобы показать вам главное, когда основные политические игроки в регионе, не самостоятельно, ну вот хоть вот на столечко, происходит то, что происходит фактическое игнорирование национальных интересов и очень неуклюжие попытки спрятаться за так называемой федеральной повесткой. Понимаете, говоря простым и человеческим языком, эти ваши сегодняшние отцы осетинского народа просто очень боятся разгневать федеральный центр. Вот даже тогда причем, когда элементарное чувство человеческой порядочности, казалось бы, не оставляет выбора и надо действовать, невзирая на какие-то мнимые политические последствия. Я подчеркиваю, мнимые. Но нет, они молчат, молчат и утираются. Находят нелепые оправдания, а иногда и вовсе начинают верить в околесицу, которую придумывают на ходу. Ладно, это уже область интересов людей с медицинским образованием, я не буду сюда залезать. А за интересы Осетии и за память первой школы бьются все те же. Сусанна Дудиева, Анетта Гадьева и все остальные прекрасные мамы Беслана. Их не назначили из Москвы, им не присылают повестки, не спускают разнарядки. Они ответственны только перед совестью, своей собственной, своим народом и памятью своих детей. И уж никак не перед одинаковыми с лица людьми в серых костюмах в высоких столичных кабинетах. А вот сегодня даже у Сусанны, например, нет слов, чтобы описать гнусное деяние больших начальников с этими переносами дат. Мы говорили с ней. Перед этой записью у нее правда нет слов. Вы знаете, я ведь не удивлюсь, если 3 сентября они еще и военный парад решат до кучи провести. Такой полноценный, вот с демонстрацией техники с марширующими солдатами. Или бессмертный полк по улице запустят. Вот если это произойдет, у вас есть сомнения, воспротивятся осетинские политики? Ты у меня нет. Никаких. Еще и оправдания придумают. Возможно, даже не одно. Но, как говорил Федор Михайлович Достоевский, я верю в то, что чем хуже, тем лучше. Четкая демаркационная линия, которую сегодня федеральная власть своими действиями из раза в раз проводит между так называемым русским миром и осетинским, она рано или поздно даст свои всходы. Новое поколение, вот те, кто сейчас только начинают осмысливать эту жизнь, они ведь придут к главному. Нет ничего важнее и выше интереса в Осетии. А 3 сентября это Беслан, Беслан и только Беслан. Остальное в этот день совершенно не важно. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова